Сродность к богословию. Светися, светися и Иерусалим. Седьма покроет землю и мрак на язычников. На тебе же явится Господь. Си проповедники, как из червячков пчелы, рождаются и студентов. Студент ли ты рожден? Смотришь, так ли оно? Ты может статься червячок, но подложный. Из-за сих рождаются трутни. Они вначале с великим шумом ведут свой хор, но, наконец, бывают постыдны и изгнаны из Дома Божьего. Несколько ты, может быть, к всему родился, но главное твое рождение для иного дела. И как быть можешь проповедником, находясь в самом Царстве Божьем противником? Вним лишь себе. Испытай опасно. Осмотрись исправно. А если оно точно так и не тщеславие, не прибыль? Но сам Господь тебя зовет к врожденному, к самому делу, любовью. Ступай вслед его и прибирайся к званию. Оставь все дела. Для того ты к всему рожден, что другие к другому. Избегай молвы, объемли уединение. Люби нищету. Целуй целомудрие. Дружи с терпением. Учи священным языкам. Научись хоть одному твердо и будь числе наученных для Царствия Божьего книжников, а кой Христос. Вся книжник, научившийся Царству Божию. Вот для чего сие книжники учатся языкам. Не бойся. Голод, холод, ненависть, гонение, клевета, ругань и всякий труд не только сносен, но и сладостен, если ты к всему рожден. Господь твой, сила твоя, сие все сделает тебя острее и крылатее. Устремление природы, будто ключевой поток или пламень, быстрее рвется через препятствия. Раскланийся с древними языческими философами. Побеседуй с отцами вселенскими. Наконец, пойдешь в землю израильскую, в самый Вифлеем, в дом хлеба и вина, священнейший храм Библии, напиваясь с Давидом, возвеселился о сказавших мне. «Сколь опасно входить в сей чертог, возьми одеяние, омой руки и ноги, потом садись за бессмертный стол сей, но берегись, несуйся в солонку с Господином. Помни, что не твоя плотская, но Господня есть трапеза. Сохрани тебя, Бог, умрешь, если будешь есть кровь. Ешь кровь и плоть Господне, а не твою. Да благо тебе будет, и угодно будет перед Господом Богом твоим. Принимай, но от Господа. Кушай, но для Господа. Насыщайся, но перед Господом. «Сколь многие жрут, но перед собою, не перед Господом, не дай тебе, Бог, вкусить от древа смерти. Разумей, что говорю, премудрость Божия бесспорна, что на наших улицах и среди наших путей, будто лестница утверждена на земле стоит, но на высоких краях и на острейших остриях и на горных горах почивает. Исходы ее, исходы суть жизни, и кто взойдет. Один Господь готовит хотение. Сколь о многих причастниках можно сказать с Еремиейю. Близко ты, Господи, устых, далечи же от сердец их. Старайся прежде всего уразуметь, что значит вера. Нет нужнее ее. Но знай, что нигде ее не найдешь, если не выраешь искры ее прежде внутри себя. Узрев ее, знай, что начал ты соединяться с тем. И если не больше он и в тебе будет, как зерно горчичное, тогда счастливо войдешь в семистолпный дом премудрости Божией и насладишься на горнем месте высоким умом божественного слова, плотью твоею облегченного, от него же самого научаясь. В тридцать лет утро истины святать начинает. В сих летах крещение Христова, отворение небес, снисхождение Святого Духа. И тот был как лет тридцать. Всем в возрасте у иудеев ставили в священники. Если же уже ты запасался хлебом Христовым, и сбылось на тебе, и заносит от сокровища своего новое и ветхое, в то время можешь уделять друзьям, благодетелям, ближним и дальним. Долго сам учись, если хочешь учить других. Во всех науках и художествах плодом есть правильная практика. А ты, проповедуя слово истины Божией, утверждай оное, непорочного жития чудесами. Нельзя построить словом, если то же самое разорять делом. Сие значит давать правила для корабельного строения, а делать телегу. Без святости жития корабельным мастером, может быть, можно сделаться, но проповедникам никак нельзя, разве мартышка его. Начало и конец званию сему. Природная сила его и печать есть страх Божий, всю нечистоту изгоняющий. Все есть дар Божий и ключ, данный от Господа. Он один открывает вход в дом Давидов и в те библейные внутренности, в сокровищах спасения в наше. И откроет, и не будет затворяющего, и затворит, и не будет открывающего. Всегда бывает скудное число охотников к Божьей истине. Сие да приводит тебя не в негодование, но в сожаление. Береги сребролюбие. Помни, что зря принял ты. Весь твой труд ничто есть в сравнении дара сего. Какой ты мне богослов, если сребролюбец? Не думай, что у иных касается слово сие, кроме тебя. Взгляните на птиц. Пускай другие собирают, а твоя часть будь Господь. Имея пищу и одеяние, тут все твое удовольство телесное. Богатей собирай день от дня богатства славы Божией. Всех отрекся, говори с Павлом, до Христа приобрету. А вось либо достигнешь в силу совершенного воскресения мертвых, землю обетованную, в лето Господне приятное, и в пятьдесят лет жития твоего получишь всеобщее от всех твоих души и тела твоего долгов разрешения и полное просвещение тебе и ближнему твоему. Афанасий. Приказное дело подлинно трудное, а и сие не без того. Яков. А я верю, что самый тесный, жесткий и крутой путь бывает легким, если сам Бог указывает дорогу к намерению, и, конечно, указывает тому, кого родил к сему. Хор природных благовестников. Афанасий. Да где ж он таков? Покажи хоть одного. Яков. На, вот тебе один. В труде и подвиге, в обдениях многих, в голоде и жажде, в постах многих, в холоде и наготе. Пробеги одиннадцатую главу второго письма его к Коринфянам и удивишься природе его, все горести услаждающие. Чего не терпит воин или купец? Не сыщешь дня без тьмы и света, а года без зимы и теплоты. Не найдешь и состояния, чтоб она из горести и сладости не была смешанная. Так весь мир стоит. Противное противному способствует. Сладость есть наградую горести, но горесть – мать сладости. Кто хочет пожинать сладость, да любит прежде горесть. И уродится сладость, а любит природный. Афанасий. Сказывает, в Норвегии день без тьмы и света бывает. Лонгин. Кто ж был природнее, как сей? Я на сей родился, да свидетельствую истину. Утружденный от пути сидит при источнике, голоден и жажден. Двенадцать часов у них в день считалось. Уже велось около полудня. Был, как час шестой. Не было с кем завести беседу о Царстве Божием. Пришла жена за водою. Вот и случай. Просит пить не для утоления жажды, но для заведения беседы. Вода стихийная подала повод говорить с несмысленной женою о воде живой, о воде Божией, утоляющей жажду несчастных несытостей. День и ночь души наши беспокоящих, о которых Исайя, умойтесь и чисты будете. Не устыдился, не поопасался муж Божий со слабым полом богословствовать. А гость либо приведет ее в истинное и суеверие богочтение, ни к полу, ни к статям, ни к сторонам, ни к местам, ни к временам, ни к обрядам, кроме одного сердца непривязанное, и откроет очи ее к уразумению естества Божьего, утаенного в стихиях, наподобие ключевой воды, в земном сердце, окскрываемой, которой жаждет Давид. «Кто меня напоит водою?» Возвратились друзья с пищей, и, зная, что он ничего еще не ел, просят, что покушал. «Рави, ешь». «Моя пища, — сказал учитель, — есть, да сотворю волю пославшего меня». «И голоден, и жажден, и невесел, если не делать и не говорить о том, к чему Отец Небесный его родил и послал. Тут его и пища, и питье, и веселье, учат в сонмещах, учат в домах, учат на улицах, учат в корабле, учат на траве зеленой, на горах, садах и на месте равном, стоя и сидя, и едя, ночью и днем в городах и селах, в разных пределах каждого, и народ очень многие. «В несродное себе дело не вмешивается». «Учитель?» — спросил его некто. «Поговори брату моему, чтоб дал и мне часть наследия, пускай меня не обижает. Он тебя послушает». «Человек, кто меня поставил судьей или делителем? Мое дело учить о царстве Божием. Каково же учил? Был ли Бог с ним? Я закричу, возвысив голос женой, слышавшую его. Блаженно чрево, носившее тебя. Удивлялись народы, ибо никогда не был так в Израиле, и никогда так не говорил человек. Столь великая от уст его исходила приятность». «Яков. Вот вам еще один природный. Говорит Бог Моисею. Я сущий. И посылает его в посольство. А он отрекается. «Молюсь о тебе, Господи, недоброречивый я». Дива, сколь не торопясь, принимается за должность. Знал он свои дарования. Видел в купине сияющую истину. Однако сам себе не верит, дабы поочичайнее, принявшись за несродное, не завел беспутный народ, а себя в погибель. Да и как не опасно подрядиться, показать утаеннейшую естества Божьего истину, вести в землю таковой же природы, развязать запутанный в людях путь к точному благополучию центру. Сияет значит испытывать себя. Может статься, что рожден кто быть воином, но пешим, не конным, быть хозяином, но не пахать и не скот водить, быть купцом, но не золотыми торговать товарами, быть ученым, но не евангелие проповедником, пускай же и сим, но писателем, не оратором. И, конечно бы, не отважился без всего голоса. Ныне же иди и сойди, и возведи людей. Итак, чувствуя руку Божию, пошел за приветствием Иосифа, тестя своего. Иди здоров. Здравие и мир душе нашей есть последовать Господу. Каков же был проповедник? Слушай самого Бога. Почему не боялись говорить на раба моего Моисея? Не восстал к тому пророк в Израиле, как Моисей? Не отемнели очи его и не истлели уста его? Ермолай. Кто дизнет из числа проповедников исключить светильника слова через всю жизнь, гласившего сие, покайтесь? Не был он свет, но имел и любил в себе свет, свидетельствовал и ходил в свете, окончив в нем из-за него течение жизни своей. Свидетельствовать о свете значит благовестить истину, правду и царствие Божие внутри нас. Проповедует в пустыне, благовестит, кому может, и в селениях, сей до конца целомудрия возлюбивший пустыножитель. Был человек послан от Бога. Вот свидетельство о сродности его, но он и сам о себе признает. Да явится Христос Израилю всего ради пришел. Каков же проповедник? Сам Господь одобряет. Не встал в рожденных с женами болящий. Многие о рождестве его возрадуются. Яков. До сего рода надлежит все пророки. Иной из них вопиет. Было слово Господне ко мне. Иной. Была на мне рука Господня. Иной. Господь послал меня пророчить. Иной. Слышал голос слов его. Иной. Слух слышал от Господа. Иной. Говорит ко мне ангел, говорящий во мне. Встань и иди, и проповедуй. Говори, Сын Человеческий. Всей связь святые Божии не были из числа тех. Не посылал пророков, а они потекли. Не говорил к ним, и те пророчествовали. Не слушайте слов пророков. От сердца своего говорят, а не от уст Господних. Григорий. Вот вам и еще дюжина рожденных проповеди. Призвал, кого хотел сам, и пришли к нему. И сотворил двенадцать. Да будут с ним, и да посылает их проповедовать, и иметь власть целить недуги и изгонять бесов. И назвал Симону имя. Искариотский тут же. Да познаем, что невозможно, дабы между сродными не нашелся несродный. И напротив того, и да устрашит несчастная сего ученика дерзость всех по сребролюбию и тщеславию устремляющихся к делу апостольскому. И сие-то значит призвал, их же хотел сам. Видно, что не от смертных сие зависит. Сам призывает, сам посылает и имена дает. Их же и апостолами назвал. Даются Симону и Савлу новые имена. У смертных часто именем величаются неимущие сущности его. У Бога не так. У него имя и сущность есть тождество. Как только назвал, так вдруг и естество дал. Как только сказал, да назовется свет, разумей, да будет свет. Когда слышишь, апостолов назвал, разумей, вы есть свет миру. Быть и называться разделяет наша ложь, а не Божия нераздельная истина. Если до нас выше твердость алмазу, прозрачна зелень смарагду, если сапфир родился с голубым, анфракс с блистательным, как огонь сиянием, назови, как хочешь, но естества его не тронешь. Что ж сильнее, Бог ли или ты, называя сущие несущим и противясь Богу? Животворящему мертвых и натерицающему несущее у тебя, как сущие у себя. Бог, рождая, вливая существо, силу и естество, а с ним самим нарицает. Пустое имя без сущности подобно виноградному гроздью, на стене живописью хитро изображенному. Он накрашен, видом сущей грозди обманывает, обещая сокровенный внутри себя зрелый вкус сладкого муста, а безрассудные птички прилетают, бьются в немую стену. Если чем-то хочешь славиться, будь по естеству тем. Бытие и слава имени, как доброе зерно с ветвями, как источник с потоками, как солнце с лучами, есть не раздельное, а тщеславие, как трава на кровлях растущая, прежде истрожение сохнущее. Но от тебя ли зависит взять бытие? Можешь ли быть служителем прибоку его? Не можешь ни через себя, ни через другого. Вот кто силен. И сотворил двенадцать, да будут с ним. Сотворить, призвать, назвать, послать, дать. Власть зависит от рождения, а сие от царствия Божьего. Теперь отгадай, что значит Павел зван апостолом? Да кем? Не из людей, не человеком, но Иисусом Христом и Богом Отцом. Нельзя было не позвать на то рожденного. Бог, избравший меня от чрева матери моей. Как можешь целить недуги, не имея власти? Откуда ж власть, когда ты не послан от Бога? Как послан, если не назван? Как назван, если не зван? Как же зван, если не на то рожден? Успокойся, не твое дело. Чуть ли ты не брат нахалу тому, учитель, иду по тебе. Скажи мне, откуда такой безбожий потоп? Откуда суеверие, лицемерие и ереси? Откуда христиан ругательство священной Библии? Где родение сладчайшей дружбы? Где согласие дрожайшего мира? Где живость сердечного веселья? Кто безобразит и расстреливает всякую должность? Несродность. Кто умерщвляет науки и художества? Несродность. Кто обесчестил чин священничий и монашеский? Несродность. А на каждом звании внутреннейший яд и убийца. Учитель, иду по тебе. Иди лучше паши землю и носи оружие, отправляй к купеческое дело или художество твое. Делай то, к чему рожден, будь справедливый и миролюбивый гражданин. Ида влеет. Учитель, иду по тебе. Не ходи. Всего недовольно, что ты остр и учен. Должно быть другом звание. Нелюбителем прибыли от него. Всему одному не будет должность орудием лакомства. Разве не учен Симон Волхв? Волхв значит мудрец. Разве не был остр? Вся Самария проповедовала. Все есть сила Божия великая. Схватила мудреца, лихорадка иметь Духа Святого и подавать людям по-апостольски. Что ж, всему востряку отвечает Петр. Нет тебе части. Сердце твое неправо. Дать и взять для серебра должность равная беда. С таковым сердцем, хотя врачуешь страсти и изгонишь бесов, не радуйся. Хотя ангельскими языками проповедуешь, не годишься. Пускай многие народы на золоте напишут, все есть сила Божия великая. Пустая пустошь. Если по пословице на должность мостишься, как коза на кровлю, для того, чтобы через нее вскочить на кучу изобильного тщеславия, И видно, как в зеркале, что ты не к должности усерден, а посему не рожден, следственно, и не записан на небесах, разве у людей. Не слыть у людей, но быть благовестником с Богом, и у Бога сие есть дельно, как написано, Бог был с ним. Радуйтесь, ибо имена ваши. Учитель, иду по тебе. Вижу в тебе корень желчи и горести, вижу в сердце в твоем семя сребролюбие. Не обновляться духом святым, но чтоб торговать всем сокровищем и повести себя великолепно, Всего ради бешено желаешь божественным знаниям прославляться. Покайся о злобе твоей. Куда нелепый вздор, лестницу, возводящую от земных подлостей, Обращать на снисхождение в бездну. Не съели, значит, данным жизни хлебом удавиться. Идя удавился. Если любишь прибыль, ищи ее приличным путем. Тысяча на то, перед того и благословенных ремесел. Учитель, иду по тебе. Иди, и будешь естества лишенная чучела, Облако бездожное, Прелестная деница, сатана с небесной должности, К подлым похотям падшей, И мрак темный вовеки блюдется. Лонгин. А иной рад бы убежать с Ионою, Но влечет Бог. Восстань, и иди в Неневе и проповедуй. К иному сам Бог говорит, Ходи во след мне. По крайней мере, дай погребти отца. Оставил. Не пускай ты проститься с домашними, И подлинно управляешь ли ралом, Не оглядывайся назад. Родился ли в проповедь, Брось все житейское, А иначе и природный не годишься. Пускай всяк дело свое знает, Ты же возвещай царствие, И старайся быть в числе сих, Блаженны очевидящие, Которых видите. А дабы получить награду сию, Нужно прежде поработать в Божьем винограде. К природным говорится, Идите, виноград мой, Сколь скудное число сродных делателей. Отводит их лукавый мир, Пленив плотскими науками и книгами, Славу и прибыль обещающими, Отвлекая от безневестной невесты оной, Вся слава дочери царевой внутри. Если кто почувствовал обман, Да не стоит на пути чужом, Да спешит виноград и дослышит, Что стоит и праздно. Виноград Господа Саваофа есть Библия, Ум остр во многих, Но не обучились рассуждать, Иные имеют обучены чувствам, Долгим мучениям, Но имеют неутомимой охоты, Сыщейшие охотников, Но связаны с житейскими печалями, Найдешь и вольное сердце, Но без страха Божия, Все сии средства без природы мертвы, Но и природа без них безоружна. Видите, сколь трудно поднять змея, Как обещал Господь, Змеи возьмут. Из помянутых четырех средств Нужнее страх Божий. Блажен муж, который в премудрости умрет, Но там же сын Сираха говорит, Боящийся Господа сотворить сия И держащийся закона, Постигнет его. Анак нужно иметь и вольное сердце, По его же славу, Умоляющийся деянием своим премудрица. Сие он твердит и в другом месте, Дела правды его кто возвестит? Умоляющийся сердцем размышляет сие, Умоляющийся сердцем и деянием значит тоже, Афанасий. Разве сердце и деяние значит тоже, Лонгин. А ты доселе не знаешь, Что сердце есть мысли и бездна, А мысли – семена и источник действия. Умоляющийся сердце значит Не заросшее тернем житейских печалей дел, А готовое к снисканию правды Божией. Упразднитеся и разумейте. Посему-то вседушный искатель бывает нищ, Воздержан и пустыннолюбный. Для сего добрый книгачи и книгачи не учатся, А добрый схоластик в делах упражняется. Скажем сынам Сираховым, Чем умудрится держащий орала? Мысли его и разговоры о быках, О нивах, о скотском корме. Тоже рассуждать о прочих. Правда, что общество без них не населится, Но быть они не могут в совете. Все в порядке с содержащим. Только отдающий душу свою и размышляющий В законе Вышнего премудрости Всех древних зыщет, И в пророчествованиях поучаться будет. Повести мой же именитых соблюдет, И в извитие притчи снизойдет, Сокровенные притчи изыщет, И в гадании притчи поживет, Среди вельмож послужит. Для сего не велит Господь Аарону иметь грунт. Я часть Твоя и наследие Твое, Да бледут с кению, Да роют священные книги. Афанасий. Итак, бедные Твои проповедники остаются нищими, Лонгин, Совсем нищими, Что были готовы, Но сии нищие благовествуют, Сам Господь учит их. Приступили к нему ученики его И открыли уста Свои уча их. А сих, Кто молящихся сердцем и деянием, Говорит блаженный нищие духом. Они-то плачут, Алчут и жаждут Царствия Божьего, И правда его. Кротки, Лишенны, Гонимы, Поносимы, Но имеют же мзду свою с Петром. Серебра и золота не имею. Иисусом Сираховым Дал Господь язык мне мзду мою, И тем восхвалю его. Послушай, Вот нищий хвалится мздою, Уготовился мне венец. Куда охотник при мудрости был сын Сирах, Еще юн будущий, Прежде чем странствовать мне, Искал при мудрости явь в молитве моей. А сей слова, Не чудно ли дышать горячностью? Боролась душа моя за нее, Возвеселилось сердце мое о ней, До последних взыщу ее, Преуспевание было мне в ней. Но живее всего изображает сродность его сие, Дал Господь язык мне мздумаю, И тем восхвалю его. Видно, что не для кошелька учился, Не было ему любезнее, Как достать сие с Исаию. Господь даст мне язык на учение, И стой, Мед и молоко под языком твоим, И начали говорить иными языками. Сию премудрость, Познающий и любящий Господа своего, Называет Соломо долготой жития, Древом жизни, Верою и правдою, Миром, Молитвою, Богатством и славою, Красотой молодцам, А старикам сединою. Красота юны, Премудрость, Слава же старым, Седины.